Реклама Реклама Напоминаю, интернет-версия нашей программы на сайте www.tvregion12.ru В студии Мария Шевкунова В Морил удалось сохранить стабильность. Об этом свидетельствуют данные Минэкономики о темпах социально-экономического развития республики в январе-феврале. Индекс промышленного производства составил почти 127% к уровню прошлого года. Высокие темпы роста продемонстрировали предприятия сельхозотрасли. Рост почти на треть к аналогичному периоду 2014-го. Стабильный темпы роста показывает строительная отрасль. В частности, темп роста физических объемов ввода жилых домов составил 106,2%. Итоги социально-экономического развития региона за 2014 год подвели на федеральном уровне. Сводные данные опубликованы в российской газете. По данным российского издания, Мариел стала лучшей среди регионов Приволжского округа по темпам промышленного производства. Это же касается объемов оборота розничной торговли и жилищного строительства. В Мариел, впрочем, как и по всей России, продолжается вручение юбилейных медалей, изготовленных к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Напомню, знаковые медали учреждены указом президента России и переданы во все регионы страны. Их вручают ветеранам, труженикам тыла, партизанам, подпольщикам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Подробности в нашем материале. В свои 89 Галина Павловна на улице бывает нечасто. То ноги болят, то давление скачет. Впрочем, к этой поездке ветеран труда готовилась заранее. Уж очень хотелось побывать на церемонии вручения юбилейных медалей. Приглашение ей прислали лично, а с ним и такси. Рядовому ишкаролинцу поездка обошлась бы как минимум 70 рублей. С Галины Павловны денег не взяли. Мы должны признавать этот праздник в большом смысле слова и гордиться нашими ветеранами и с большим, великим уважением относиться к ним. В преддверии Дня Победы в Ишкар-Оле сразу 17 служб такси приняли решение бесплатно подвозить ветеранов к местам вручения юбилейных наград и обратно домой. Главное – захватить с собой удостоверение ветерана Великой Отечественной. Впрочем, куда больше сюрприз ждал Галину Павловну позже. На вручение юбилейных наград ее пригласили в Новый театр оперы и балета. Я вся в восторге. Я не могу, я еще и такого не видела. Я в театре была в Москве, в Московском театре, но ни в балете, ни в простом. Но я такого не видела. Многие из ветеранов в Новом театре оперы и балета побывали впервые. Большинство из них пришли с родственниками. В зале набралось около 250 зрителей. Когда в Вишкороле на базе Марийского драмтеатра имени Шкетана в 1968 году был открыт музыкально-драматический театр, многим из нынешних ветеранов было еще около 40 лет. Люди состарились, а театр, напротив, словно помолодел. Очень красивый. Очень. Мне вот подружка подкнула, значит, говорит, посмотри, какая роскошь. Понравится вот так людям, они будут в театр без конца ходить, и детей надо наших приучать сейчас. В театре оперы и балета говорят, с открытием нового здания, которое состоялось в Год культуры, практически каждая постановка проходит с аншлагом. Для ветеранов приготовили особую программу – юбилейную. На всякий случай в фойе дежурили врач с медсестрой. Впрочем, их помощь в этот день не понадобилась. Уже после концерта ветераны шутили. Лучшее лекарство для нас – это красивая музыка. Такое мероприятие для людей уже в таком возрасте – это очень такое волнительное мероприятие, очень значимое, памятное мероприятие. Ну и должна быть соответствующая, конечно же, дана обстановка. Ну, я думаю, что должно быть в этот день для ветеранов Великой Отечественной войны, для тружеников тыла, которым мы обязаны всем, мы должны сделать максимально, чтобы было им удобно и комфортно. Почему мы строим и вкладываем сегодня деньги в культуру? Ну, невозможно развиваться личности без всестороннего развития. Конечно, спорт нужен. Нужно плавать хорошо, нужно уметь кататься на коньках, нужно бороться, защищать себя уметь. Но и духовная пища должна присутствовать в воспитании. Потому что приобщиться к культуре надо, чтобы наши учреждения культуры были такие, которых было не стыдно принять гостей, и чтобы артисты гордились своими театрами, своими филармониями, давали великолепные постановки. Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ешкарале знаменуется не только парадными событиями. Вручением юбилейных медалей, проведением многочисленных концертов и торжеств более 2,5 миллионов рублей из городского бюджета нынче выделено на благоустройство воинских захоронений на Марковском кладбище. МРИЛ юбилейные медали, специально изготовленные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, получат более 11 тысяч человек. Из них 3700 – это ешкаролинцы. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет прибыть на торжественную церемонию, награды вручат уже на дому. Отстаивать свои потребительские права или не обращать внимания и продолжать платить из собственного кармана за некачественные товары и услуги? 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Впрочем, в контролирующей структуре Роспотребнадзоре права потребителей отстаивают в течение всего года. Нынче особое внимание будет отведено выявлению нарушений в сфере продовольственной торговли и оказанию услуг в сфере питания. Планируется проведение месячника по защите прав потребителей в Республике. И уже мероприятия начались. В феврале проведен семинар-совещание с руководителями хозяйствующих субъектов, занятых оборотом пищевых продуктов, в том числе с Ассоциацией предприятий торговли Республики Мариэл при Торгово-промышленной палате Республики Мариэл. И на этом совещании как раз обсужден план проведения мероприятий в Республике, который размещен на нашем сайте 12-роспотребнадзор.ру. Планируется проведение совместных мероприятий в сетевых магазинах. В лице Ломоносова с участием специалистов также проведен лекторий на тему здоровый образ жизни. Обсуждены были вопросы по тематике Всемирного дня с педагогами, с воспитателями по учебной работе, также с волонтерами, для того, чтобы и в школах были проведены различные мероприятия, круглые столы, открытые уроки и другие, с тем, чтобы повысить потребительскую грамотность среди учащихся. В Роспотребнадзоре отмечают, что жители республики стали активнее отстаивать свои права. Так, за прошлый год в отдел санитарного надзора поступило около 200 обращений на нарушение требований санитарного законодательства, большая часть которых касалась ненадлежащего качества пищевых продуктов. Также нередко жители Мариел жаловались на нарушение требований санитарного законодательства в работе кафе и ресторанов. Сейчас у Роспотребнадзора появилось больше возможностей для того, чтобы оперативно контролировать работу торговцев. Об этом не только. Наши вопросы напрямую адресованы руководителю управления Роспотребнадзора по республике Мариел Светлане Булатовой. Новая экономическая ситуация в стране меняет правила игры и на потребительском рынке. Сейчас большинство покупателей стали намного внимательнее относиться к тому, что и за сколько они приобретают. В то же время сотрудники Роспотребнадзора получили возможность проводить внеплановые проверки организаций, реализующих продукты питания. В чем суть изменений, проведены ли первые проверки и каковы результаты их? Эти изменения на сегодня дают право органам Роспотребнадзора без уведомления проводить внезапные проверки. Это касается только внеплановых проверок, это касается только предприятия общественного питания и предприятия торговли, которые занимаются оборотом пищевых продуктов и продовольственного сырья. Основания для проведения внеплановых проверок. Первое, по жалобам потребителей. Конечно, по жалобам потребителей мы обязаны выходить, но при условии, что в обращении есть веские основания и доказательства того, что права потребителя нарушены. Есть еще ряд позиций, по которым мы имеем право проводить внеплановые проверки. Это поручение требования прокуратуры. Таких требований в этом году в наш адрес не поступало от органов прокуратуры. Значит, выполнение предписания, выданного госорганом ранее для устранения нарушений. В текущем году, с 23 января, вот как вступили эти изменения, по сегодняшний день, у нас было проведено 49 проверок. Мне бы хотелось сказать, что каждая проверка была с выявленными нарушениями. В целом у нас 144 партии пищевых продуктов было снято с реализации, ввиду того, что истекли сроки годности и сроки хранения, а также нарушалось товарное соседство при хранении этих товаров. Ну и отсутствовали документы, которые подтверждали качество и происхождение данных пищевых продуктов. А регламентировано ли поведение посетителя кафе или ресторана каким-либо документом? К примеру, может ли он, прежде чем сделать заказ, посетить кухню и удостовериться в свежести продуктов питания, из которых в последующем ему будут готовить блюда? Ну, во-первых, я хочу сказать, что есть специальные санитарные правила, в которых изложены основные требования к деятельности предприятия общественного питания. Так вот, согласно этим правилам, в складских и производственных помещениях не допускается нахождение посторонних лиц. Это первое. Во-вторых, вообще все правоотношения между потребителем и исполнителем услуг, в частности, исполнительным услугам общественного питания, они урегулированы правилами. Так вот, в этих правилах четко определены обязанности, во-первых, исполнителя. Что должен исполнитель при оказании услуг общественного питания? Он должен, он обязан очень много, но я, может быть, некоторые моменты озвучу. Это, во-первых, иметь прескуран, да, приготовляемых блюд, обязательно состав ингредиентов. Допустим, обязательно должна быть предоставлена информация потребителю о пищевой ценности приготовляемого блюда. Исполнитель данной услуги обязан предоставить и дополнительную информацию. Допустим, меня интересует, из каких продуктов это блюдо готовится. В свою очередь, в этих правилах тоже есть очень много изложено прав потребителя. В случае, допустим, нарушения сроков исполнения этой услуги, да, по предварительному заказу, или на самом деле оказания ненадлежащей этой услуги. В таких случаях тоже есть ряд прав, которыми может воспользоваться потребитель, в том числе и расторгнуть этот договор, и потребовать полного возмещения всех убытков, или, допустим, запросить уменьшение цены за эту услугу, если, допустим, вы ожидали в течение получаса, а вам блюдо принесли, допустим, только через час. Поэтому я бы хотела, чтобы наши потребители познакомились с этими правилами и знали, как себя вести, попав в такое заведение. А как часто закон на стороне потребителя? Наши жители стали активнее обращаться в суды с исками о восстановлении нарушенных прав. И в этой связи мне бы хотелось сказать, что у Роспотребнадзора очень широкие полномочия именно с судебным обеспечением защиты наших жителей, наших потребителей. Мы можем инициативно вступить сами в суд с подачей иска на восстановление нарушенных прав конкретного потребителя или неопределенного круга лиц. И таких исков у нас, такого рода исков у нас было в прошлом году 31. Все они были удовлетворены в 100% в пользу потребителей. Мы можем, имеем также такое полномочие, как вступить в судебный процесс для дачи заключения как государственный орган по делу. Если вы считаете, что приобрели некачественную услугу или приобрели некачественный товар, обязательно надо формализовать свои взаимоотношения с продавцом. Обязательно надо оформить письменную претензию, свое требование и в виде письменной претензии. А почему это нужно? Эта формализация взаимоотношений нужна для того, чтобы дальше нам отталкиваться. От чего? Во-первых, рассмотрение сроков соответствующих претензий. Ведь по сути, невыполнение одного требования по претензии дает право потребителю уже заявить на другое требование, в том числе возвращение неустойки. В иске будет определена сумма, во-первых, материальной потери в связи с приобретением некачественного товара или получения некачественной услуги, плюс компенсация морального вреда, ее определяет, как правило, суд. Во-вторых, в-третьих, если еще могут быть суммы приплюсованы по неустойке, за то, что было первоначально неисполнено требование потребителя, плюс шафтные санкции, 50% от суммы иска. Светлана Эльгизовна, спасибо, что сегодня пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы знаете, вот, мне кажется, нам они не попадались. Мы потому что смотрим. Я один раз купила селезку такую, кусочками в баночках, никуда не делала, пришла домой и выкинула. Как правило, утилизировалась быстро и покупалась качественная товар. Как-то обходится, наверное, из-за того, что мы пожилые, нас, наверное, жалеет, чтобы плохой нам товар продавать. Всегда вроде бы нормально. Лет 10 назад было последнее, когда я покупал что-то некачественную технику, например. А из продуктов, как-то, по-моему, пару лет назад яблоки, по-моему, покупали, неудачно очень. Но покупали мы в Казани, обнаружили, что они очень хорошие, уже здесь. Я часто покупаю йогурты. Они очень часто оказываются некачественные, протухшие, какие-то, с текшим сроком годности. Чаще всего ничего не делаю. Просто выкидываю. Да, просто выкидываю, потому что этого не стоит дойти до магазина. Это только усилие, нужно кричать на кого-нибудь. Очень это все сложно. Бывает иногда. Но я ничего не сдавала, не помню. Иногда кислинка в молоке бывает. На блины можно пустить молоко. Я некачественные не покупаю. Все нормально. Это была скумбрия. Но по срокам годности она была идеальная. Еще не выше своей годности. Но просто, наверное, поставщик не соблюдал все меры. И как-то вот так пришлось обратиться. Но ничего, мне вернули денежку. Но все равно как-то ситуация, конечно, была неудобна. Сотовые телефоны китайские. Что вы с ними делали? Мучаюсь, что делаю я. Мучаюсь только. Несколько лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. В Южкороле вынесен приговор в отношении экс-ректора Марго Виталия Макарова и бывшего главного бухгалтера университета Натальи Чесноковой. По данным ИСК Республики, суть мошенничества заключалась в следующем. Сотрудники университета по требованию ректора и главного бухгалтера составили документы о якобы выполненных ими работах, за что руководство ВУЗа получило выплаты, симулирующего характера, на сумму свыше 5 миллионов рублей. Кроме того, главный бухгалтер, завышая размер премии и зарплаты, похитила более 10 миллионов рублей из премиального фонда и немногим меньше миллиона из фонда заработной платы. По оценке следователей, с июня 2010 по декабрь 2012 года из средств государственного ВУЗа было похищено почти 17 миллионов рублей. Подобные деяния относятся к категории особо тяжких преступлений. Приговором суда бывшему ректору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Бывшему главному бухгалтеру назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и штрафа в размере 550 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. В Мрел продолжается декларационная кампания. Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2014 год необходимо до 30 апреля, напоминают налоговики. По закону декларации должны подавать люди, получившие доходы от найма или аренды жилья, продавшие свое движимое или недвижимое имущество, а также доли в уставном капитале каких-либо организаций. Отчитаться о доходах также должны предприниматели, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Кроме того, это касается тех, кто выиграл в лотереи, тотализаторы и другие игры, основанные на риске. Более подробно о ходе декларационной кампании смотрите в ближайших выпусках программы «12 новостей республики». Сохранить биологическое разнообразие видов в условиях современного мира этой теме посвящена шестая международная научная конференция, которая проходит в эти дни на базе Марийского государственного университета. Большинство докладов участников конференции, среди которых ученые, биологи, экологи, руководители заповедников и национальных парков, актуальны для нашего региона, где еще остались нетронутые лесные уголки и уникальные памятники природы. Сохранение флоры, фауны, актуальные проблемы экологии и способы их решения. Российские ученые ежегодно обсуждают эти темы на встречах, которые до сих пор проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году площадкой для конференции стал Марийский госуниверситет. Что неудивительно. Во-первых, здесь существует сильная биологическая школа. А во-вторых, сама республика Мариел, именно тот регион, в заповедниках и парках которого накоплен серьезный опыт по сохранению биологического разнообразия. Мариел – это такая интересная республика. Здесь сохранились дикие леса, потом есть заповедники, разные охраняемые территории, парки. И очень важно изучать состояние жизни растений, животных, как они себя чувствуют в настоящем. Потому что с каждым годом влияние человека на природу все усиливается и усиливается. И наша задача, как ученых, найти способы, как нам сохранить и сберечь наследие, которое досталось нам от предков, от прошлого. Поэтому это очень важно. Одна из самых актуальных на сегодня тем – сохранение лесов региона в их естественном разнообразии видов деревьев. Своими наработками в этой сфере приехали поделиться наши соседи из Кировской области, где накоплен богатый опыт работы в данном направлении. Мы приехали сюда с большой группой моих коллег. Во-первых, это сотрудники нашего университета, это аспирант. И еще с нами есть наш коллега Андрей Гугович Гальвас. Это генеральный директор Налинской лесопромышленной компании. Он ведет работу на участке особо охраняемой природной территории Медведский бор. И вот здесь, на этой территории, мы работаем уже в течение более чем 15 лет. И мы поняли, что либо мы работаем по восстановлению и сохранению Медведского бора, либо он просто гибнет, потому что сосняк перерождается в ельник. Мы разработали принципы и способы, как нам помешать вот этому изменению сообщества, как надо себя вести, какие методы и способы хозяйственной деятельности можно применить для содействия естественному возобновлению сосны. Одна из самых актуальных на сегодня тем – сохранение лесов региона в их естественном разнообразии видов деревьев. Своим опытом в этой сфере приехали поделиться наши соседи из Кировской области. Впрочем, возможность внести свой посильный вклад в сохранение природного наследия есть сегодня у каждого жителя Мари-Эл. В рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов на 2013 и 2020 годы Департамент экологической безопасности республики принимает от граждан предложение о природных объектах, которые могут стать особо охраняемыми природными территориями региона. Предложение с кратким описанием уникальности природных объектов можно направлять в адрес департамента до 1 июня 2015 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Йошкар-Оле 690013. Спортивный уикенд. В ближайшие выходные в столице Мариэл и пригородах пройдут соревнования в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, турнир городов России по художественной гимнастике, а также республиканская гонка «Лыжня Мариэл». Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Спортсмены Волготеха поборются за попадание в 64 лучшие студенческие команды страны. В выходные в столице Мариэл состоятся квалификационные матчи чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола с участием команды из Чебоксар, Кстова, Саранска и Ишкаролы. В первый соревновательный день ишкаролинцы встретятся со студентами из Нижегородской области, а мордовский коллектив с командой из Чувашии. В воскресенье победители этих пар в финале выявят команду, которая сыграет в плей-офф чемпионата АСБ. Встречи пройдут на паркете спортивного зала 3-го корпуса ПГТУ. В субботу в час дня и 15.00, а в воскресенье в 10 утра и полдень. Тех же, кто баскетболу предпочитает прогулки на свежем воздухе, ждут на учебно-тренировочной базе корта. Ровно в полдень воскресенья тут будет дан старт республиканской лыжной гонки «Лыжня Мариэл-2015». Принять участие в спортивном празднике может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая будет работать 13-14 марта в спорткомплексе «Юбилейный». 15-го числа можно будет пройти регистрацию на базе корта. Для удобства лыжников в воскресенье от остановки ДК имени Ленина на спортивной базе будет организовано движение автобусов по маршруту спортивной. Стоимость проезда 16 рублей. Столица Мариэл – Приволжский центр плавания. Во Дворце водных видов спорта продолжаются соревнования в рамках первого этапа окружного Кубка страны. Напомню, что в зональном турнире участвует более 300 спортсменов Приволжского федерального округа. Команду хозяев представляют более 30 плавцов – воспитанников спортивной школы Мариэл. В четверг, во второй день соревнований, было разыграно 14 комплектов медалей. В неофициальном общекомандном зачете по количеству завоеванных медалей и разных достоинств лидируют пензенские плавцы. Ненамного от них отстают спортсмены из Татарстана. Добавляю, что в пятницу, в заключительный день Кубка, будет разыграно еще 14 комплектов наград. Начало в 10 утра – вход во Дворец водных видов спорта платный. Стоимость взрослого билета – 40 рублей, детского – 15 рублей. Любители красоты и грации ждут в эти выходные в Медведеве. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Витязь» пройдет открытый турнир городов России по художественной гимнастике «Ассоль». В течение двух дней гимнастки из Яшкаралы, а также Татарстана, Чувашии, Подмосковья и других регионов будут соревноваться в личном и командном зачетах. Всего ожидается приезд почти 400 спортсменов, что в более чем два раза больше, чем на предыдущем подобном турнире. По словам организаторов спортивного клуба «Ассоль», почетным гостем соревнований может стать олимпийская чемпионка 2008 года Дарья Шкурихина. Начало турнира «Фок Витязь» в субботу и воскресенье в 8.30. Завершение, а также церемонии, награждение и закрытие 15 марта в 4 часа вечера. Информационная программа «12 новостей Республики» на телеканале «Регион 12» продолжается. Напомню, что прямая трансляция в интернете на сайте online.tvregion12.ru. В студии была Мария Шевкунова. Ищите низкие цены на рекламу? Они здесь! ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42-28-28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин